апнеа клуб горький представляет всем привет с вами апнеа клуб горький меня зовут александр быков мы сейчас отдыхаем дохабе ныряем и сегодня у нас гостях знаменитый инструктор о котором ходят легенды и есть ореол какой-то загадочности и мы хотим эти наверное мифы и загадочность развеять и познакомиться с газом и познакомить вас с ним газ расскажи о себе меня зовут газ я 10 лет уже занимается фридайлингом до фридайлинга занимался сваркой неподводным и сейчас успешно фридайлинг моя главная работа помогаем им осуществить свои мечты и запуститься до дна ну ты сказал что ты занимался заваркой а почему ты вдруг решил заняться фридайлингом как ты вообще об этом узнал об этом заняться? очень такая история как от фильма постросюжетный да все надоело устал начало крышу сносить конкретно надо было отдохнуть ехали в шарм занялся сфридайлингом но пока спридайлингом занимался инструктор заметил что я не совсем по спридайверски себя веду и показали что у меня видео это видео я увидел видео у меня просто челюсть упал а я в детстве просто меня было не выколорив из воды я там ну как бы в море жил море холодное было до утра но вот все лето я проводил моря. А если не море, то убрали. Да, и забежал дыхание, попросил принимать с братом с часами сидели. Через это ноги прошли. Да, да, да. Прям мама сейчас очень часто вспоминает как мы этого не заметили, как мы этого не заметили, но с детства. Да, да, да. Встал, поехал в Англию, на курс записался и бросил курить, пить и все остальное. А что делать суварщики? Да. И начал спортом заниматься, бегать, педали, плавать, трогать, трогать заниматься. После того, как ты прошел какие-то первые базы обучения, чем потом стал заниматься. Хорошо, я начал в Англии. Значит, первый пример мой был в Маркус-Грейтрук, а клуб Моно Тэнкс в Лондоне. Значит, в этот момент был самый большой клуб. На озера выезжали. Была возможность нырять в Шарме, заселили на соревнования. Я приехал, установил национальный рекорд. Я там зарешил Аиду, первая, вторая, третья звезда. А вот когда смел рекорд, меня позвали сюда работать в Шарме. И я согласился, приехал в Шарме. И я попал по рекорд-факторе. Комбинат рекордов? Нет. Что не комбинат, а как это? Завод. Завод рекордов, да. Вот. И там очень много на зимних ребят приезжали, устанавливали национальные рекорды, первые рекорды. Ну, вот я там крутился. И получал фундаментальные базовые знания от Марко. Ну, что сейчас, я думаю, что самым-самым вот, чему я научился, что помогает сейчас. И так вот постепенно прогрессируя, да, ты, ну, в общем-то, это очень быстрый прогресс был, если честно. Ну, так, относительно. Я за полгода работаю, через полгода уже на 100 метров, наверное. Ну, на санях, правда. Но я думаю, что это все равно такой не маленький прогресс. И он связан больше с моментом, что главной задачей было, наконец, как компенсировать это реление в теле. Вот. И я, как бы, очень сильно обозвладелся, освоил эту тему. И это мне помогло быстро очень развиваться. Ты на тот момент себя видел спортсменом? Нет. Изначально у меня вообще был запрос такой. Мне, когда я начал заниматься, мне понравились люди, с которыми я тренировался, общался. Очень хорошая такая атмосфера, вайп. Значит, мне показалось, что это очень сильно отличалось. И мне хотелось просто находиться в этой вписовке. И наблюдая за интернет-рами, за Маркусом, за Марко, я очень сильно вдохновился. И у меня был такой один запрос внутренний стать инструктором. То есть, поделиться. Ты сразу, да? В общем-то, ну, как бы видел себя в этом. Я очень с уважением к этому атмосферу. Мне казалось, что он меня просто займет там годами, паломничество, там, за ними буду ползать, там, чтобы освоить и понять, потому что я наблюдал, и как они работают с людьми, как это меняет жизни людей, которые там трансформируются. Они там приходят, такие замученные, странники, неуверенные в себе, там, или еще там что-то, или слишком доверенные в себя. И потом, со временем, именно, занятия в Кэдайвинге в них трансформируют, и приводит в какое-то другое состояние. Вот это гармония какая-то, которая приходит со временем. И спортсменам я только потом завязывался этой идеей, потому что начал отмечать, что, как бы, получается что-то. Вот. И, по-моему, начали меня называть спортсменом. Какой я спортсмен? Так, иду расслабляется, что-то продувается, тону. Вот. Но потом уже и соревнования, и все, уже там, рекорды, и так далее. Какие у тебя максимальные рекорды на сегодня? На сегодня у меня все рекорды дублены. Я национальный рекордсмен Литвы. Может быть, его отпустить, потому что ему жарко, мне кажется, и он будет уметь. Ищет, как спуститься. Буба. Вот. Повторим. Значит, в данный момент я являюсь рекордсменом Литвы. Вот. И держу все рекорды на глубину. Значит, самый глубокий нырок в 130 метров. Нас самих, на улице. Вот. И, значит, страдать в первом власти. У нас 4 три машин и 64 баски. Планируешь увеличивать что-то? Очень хотелось бы. В данный момент резко надеял я это. Я очень хочу. Мне очень нравится. Но сейчас фокус на чем-то друг. Фокус на школе. Два года назад запустили официальную социальную школу. И это отнимает очень много сил. Немерное количество внимания, ресурсов. Поэтому сбалансирует это за лишний учеников. Ну, то есть через какое-то время ты, ну, перестал быть просто инструктором, а решил уже открыть свою школу по предальному. Да. Которые специализируются на закуплении людей. Да. Запускают обладать людей. И штаб-квартира этой школы в ДАФА. В данный момент. И одна в Петербурге. Одна в ДАФА. Какими навыками должен обладать человек, чтобы прийти в твою школу? А зависит от того, чем он хочет там заниматься. Как минимум, добрый должен быть человек. Много улыбаться. Надо что там еще. Не выносить ни мозга. Сейчас уже такие наблюдения, что по факту подтягиваются люди, которые подтягиваются. И как-то приходят. Для меня все нормальные. У всех, кто получается. Изначально не получается, потом получается. Школа на той школе, что человек приходит, он учится. Да. И бывают разные ситуации. Но, как бы, я думаю, что это и есть процесс. Кто-то очень зажатый, стесняшка. Кто-то слишком уверен в себе и там качает права и так далее. Ну, мы находим поход к каждому. Очень быстро оставляем все по бокам. Что вот именно для тебя лично предает? Инструмента. Я чувствую, что это очень сильно поменяет от меня. Как? Каким образом? Ну, чтобы честно. Потому что я могу там придумывать сколько угодно. Но надо встретиться со мной 10 лет назад и вы поймете. Каким я стал прекрасным человеком. Я даже чувствую, что я скинул там лет 10 на улице. Ну, не с бордой с лентритом. Сильно мальчиком. Да. Ну, я чувствую, что это заставило меня очень сильно поменять мое понимание вещей. Может быть, это просто жизнь. Я взрослею и меняется. Но очень много уроков получил. Занимаясь видайвингом, находясь в море, в разные ситуации. Очень много общения с людьми. Трансформировал. Очень сильно повышает качество жизни. Ну, я это так чувствую. То есть, если я бы сравнил. Вот. Раньше я 28 дней отужился. Два дня как бы там радовался. Приятно мне было от жизни. Кайфовал, да. А сейчас я 28 дней кайфую. Два дня отужился. Ну, и парик там. А вот, ну, ты говоришь, что основное, как бы, да, это продукты. И расслабление. И расслабление. Да. У некоторых придайверов, ну, кто, может быть, что-нибудь ныряет так глубоко, да. Как бы, есть еще такие, может быть, опасения о разных, там, декомпрессионных вещах. О, азоту нахуй. То есть. Вот. Это. Очень страшный вопрос. Спасибо, что задали его. Ага. У меня такое мнение, что вообще об этом разговаривают не должны быть инструктора до определенного момента. То есть, мои наблюдения, что чем инструктор должен заниматься, это убирать паранойю, страхи, какие-то недопонимания вещей, да. А отборный наркоз и декомпрессионные ситуации, они вообще не актуальны дайверу до определенного уровня. То есть, рекреационный дайвер, там, 40-50 метров, да. Конгрессия может пострадать только, ну, я не знаю, там, надо безумно таким быть, что заработать это. Вот. И, как бы, важно соблюдать интервалы. Интервалы, то есть, это информация очень базовая, этого бояться не надо никак. То есть, все предложенные методиками интервалы, да, они сверхконсервативны, да. Это сделано так, что ты там вот сколько ни пожелает, ни заработаешь этого. И в моем опыте, ну, за 10 лет, сколько я этим занимаюсь, я это вижу только в отборной охоте. Конгрессионные заболевания. И супер глубокие наркозы, имею ввиду, там, люди, которые ныряют в стоп. Угу. А у подводных охотников почему? Потому что они очень мало отдыхают. Очень мало отдыха. Мало отдыха между нарками. Ну, а самое важное, это, что они каждый день ныряют. То есть, нет отдыха между днями нырял. Азот имеет такое свойство накопительное. Он, скажем, днем накапливается в организме, да. И именно подводные охотники. Сейчас только началось такое, как бы, более углубленное обучение людей, понимание основы, понимание задержек, понимание глубины и так далее. А раньше знаний не было. И люди просто, вот, как хочется, так и ныряют. Что я об этом хотел бы сказать? Что самоважные театрические инструкторы. Как я вам говорю, институты по ходу не по совету. Да. То есть, самоважные. Кушаем инструкторы, соблюдаем правила. Их всегда собираем учебные. С какими, ну, основными сложностями приходят студенты на учение? Устали. В жизни. Да. Неврозы. Что там еще? По факту, неспособность расслабиться. Вообще, непонимание, вообще, что это. Как с этим можно работать. То есть, вообще, сама идея, ну, как бы, концепт расслабления очень сильно, ушатым, затасками, я не знаю, можно так сказать. Вот. Уже, если ты человеку, там, говоришь, остаться, он напрягаться начинает. Что тебе на них хочешь? Вот. А потому я стараюсь, начиная с этого, это объяснить какие-то очень базовые, легкие способы, очень рабочие, да, войти в определенном психологическом состоянии, которое помогает, во-первых, убрать суету, которая происходит в мозгу, да, то есть, у меня ведет такое излишнее напряжение, постоянно привыктивожное какая-то, и что помогает убрать вот эту суету, и разрешить человеку, начать, ну, замечать какие-то процессы, которые происходят у него в теле, напряжение начинает растворяться, расслабляться, расстраиваться, начинаем замечать моторные какие-то способности, функции, которые у нас есть, которые надо обязательно освоить, чтобы понять, как в нашем теле двигается воздух, чтобы его, там, перемещаться с одного участка тело, с другое, чтобы эффективно отбирать до древнего времени. Изначально все приходят с идеей, у меня не работает продувка, вот, это такой самый частый запрос, и очень часто даже приезжают люди, которые… Или, или работают до определенного, да, момента? Ну, не, ну, по факту, да, да, ну, то есть, всегда хочется глубже и применитирующий фактор этого продукта. Но, как правило, в моем наблюдении, что не в продуктах, а дела, очень часто. Да, моторику очень легко выстоять, несмотря на это, как там плохо у человека дела не были. Мы работаем с мышечной памятью, да, и получается, что если что-то не получается, что если достаточно раз что-то делать, запускать намерения, об этом думать, визуализировать, и просто стараться, 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 это произойдет. Раньше или позже мозг найдет, как выстроить цепочки, куда сослать сигналы, и все начнет работать, все начнет перестраиваться, внутри организма, ну, человеческая ремизия, вечно меняющаяся структура. Вот. И потом... Привет! Привет, Галя. Где вас? Чап. Мы тут записываем. Как нырялка ваша? А-а-а! По машинной камере. А я же не знала. Это вот самый интересный момент. Да-да-да, надо ставить это. У меня стабильность. Признак мастерства. У-у-у. Часы заколдованы. 31,9. 31,9. Но у меня нарок уже 1,17. Скоро будет... Да нет, написывайте почту. Там камера все записывается. По машинной камеры. Привет! 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 Прямо. Прямо. А мы поныряли. Солнечным декабрьским утром. Таким ярким солнечным декабрьским утром. И покажем, когда там тоже солнце, снег, света много. И то же будет утро. Игорь все подумает, что придайвер и сумасшатся. Придайвинг не действует на мост. Вообще не верно. Вообще не раз. Смотрите, они не перестают улыбаться. Что с ними не так? Ха-ха-ха-ха-ха. Это дураки народ веселые, да? Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Вот где мы тут остановились? Ха-ха-ха. Ну, остановились на том, что моторика... А, на том, что если там делаешь, то есть работать. Да. Все можно сделать. И самое такое ключевое, наверняка, чем я занимаюсь, это сразу вдохновить людей, чтобы они не переставали. Чтобы продолжали, несмотря на то, что там не получается, что там другие-то... Ну, потому что все люди приходят, хотят очень быстро, все сразу и сейчас. И если чуть-чуть что-то не получилось, а-а-а-а, все, корова пропала, это не мое. Вот. Ну, я что делаю? Вдохновляю людей, показываю им разные методы, как можно расспокоиться, расслабиться, уделить внимание, повысить свою чувствительность. Не получилось сегодня? Проработать, да. Да, да. Там меняется немножко понимание, что... Слушай, ну, вот, да, как бы моторика-моторика, и, на самом деле, ну, там, есть книжки, да, там, про эти методы продувки, там, и я думаю, что все там, преддайверы, которые, там, прошли, там, базовые курсы, они знают такие слова, как продукты Рензелем, даже Маус Филл, там, ну, кто-то знает, что это такое. Вот, но... Что с этим делать, ну, как бы, ну, не все понимают. Проработать. Ну, что ты можешь это применить, это, ну, как бы, нелабочие. К чему я? Что самое важное, чтобы человек чувствовал себя расслабление, чтобы он чувствовал себя комфортно. То есть, не важнее эти моменты. Чтобы он наслаждался процессом и получал вот это удовольствие. А потом продукт, она устраивается постепенно, и мы чуть-чуть набираем навыки на суше, делаем разные упражнения. Самый важный момент – это, ну, что я выделяю, я акценты ставлю и стараюсь на зонах подпилить. И мы работаем, работаем, еще, еще. Эти помощи разных манипуляций, разные упражнения, да, они помогают человеку понять, как работает его тело, и что с этим делать. Тогда вот мы заходим и смотрим, что из этого получается. И очень, ну, как бы, по факту сейчас мы видим очень большие изменения, достижения людей, как быстро они развиваются в этом, метод очень эффективный, все очень быстро осваивают это, что зачем они приближают. И самое важное – это терпение, спокойствие и практика. Практика, практика, практика. Эти, например, если вы говорите о людях, которые там онлайн делают, например, почитали книжку, хотят сами это разобрать, да, ну, это просто будет чуть подольше заниматься. Потому что, как бы, когда рядом сидит человек, который, а, тут не правильно, а, вот тут, вот сейчас это нажми, вот это расслабь, немножко легче это все происходит. У некоторых людей это будет происходить вот так вообще, на ура. очень зависит от предыдущего опыта человека. То есть, имею в виду, у каждого из нас там по-разному выстроены желательно-галотательные, дыхательные мышцы работают по-разному, зависимо от предыдущего опыта, травм там, всего-всего-всего. Вот, и получается, что у кого-то более интуитивно это получается, быстрее, легче. Другим надо немножко поковыряться, повторить больше раз. Сейчас один из тоже, я думаю, успехов, подхода, который я стараюсь поднести, это, я стараюсь, чтобы люди интерактивно общались, менялись знаниями во время курса, чтобы они друг другу показывали. И, что я заметил, что каждый человек, он по-разному воспринимает информацию. И, например, я могу объяснить общий концепт, да, предложить и объяснить, как это работает, на что обратить внимание, акценты поставить, да, но там будет 10 человек, и каждый из этих 10 человек по-разному услышит это все. И некоторые люди вообще даже меня не будут слышать, они будут смотреть на мой бороду и думать, о, какая борода, о, почему он так разговаривает, даже не слышит это, что я говорю. А потом, когда надо применять, это не получается, да. А потому нужен другой человек. Я их смотрю, наблюдаю за людьми, смотрю, кто там шук-шук, а ты этому объясни, попробуй, как с твоими словами, да. И человек подходит, и буквально за 2 секунды этот человек меня не понимал, ну, там, 10 дней. Ну, не 10 дней, мы это очень быстро, вот. Но у другого послушал, опция работает. Например, там, например, там, одному – язык, другому – это кодык, третьему – это, там, он, как это называется, глокий, глокий двигает, а четвертый – для него это он шею что-то делает, да. То есть это, как человек осознает и понимает свое тело, да. И очень отличается, там. Кому-то, там, в ушах ветер дует, там, или еще там что-то, когда он продувается. Хотя, ну, в барабанной перепонке нет там ни прокола, ничего. Он не просто вот так называет ощущение звук, который там, когда барабанная перепонка доработается, да. Слушай, ну, вот за твою инструкторскую, да, там, карьеру сколько, ну, по твоим примерам, там, подсчетам через тебя прошло людей? Да, не знаю. Много. Много очень. То есть это каждый день, да? Ну, я работаю шесть дней в неделю, и много. Много, большое количество. Может быть, даже, ну, десять лет это долго. Да, людей много. И я думаю, что для меня важнее еще качество. Я, как бы, не делаю там сверх большие курсы, а какое-то количество времени я вообще работал индивидуально, только исключительно. Я сейчас только вот несколько лет назад начал переключаться больше на групповые форматы. и у меня набралось достаточно опыта, как работать с группами. И... Знаешь, ну, на самом деле, инструкторов по придайвингу, да, там, достаточно много. Вот. И... Но немного инструкторов по придайвингу, которые, знаешь, вот человек съездил с одним инструктором, там, например, с другим, с третьим, там, и, например, у него ничего не получается, ни у того, ни у другого, ни у третьего. И вот, ну, как бы, есть инструктора, которых могут посоветовать вот как раз таким людям. И их буквально, ну, как бы, на пальце одной руки, там, можно посчитать таких инструкторов. Ты один из таких людей, про которых говорят, ну, блин, если у тебя есть какие-то проблемы, ты долго с ними не можешь там справиться, иди к кассу, и он себе вопрос там разрулит. Почему так? Почему, как бы, у других не работает, а у тебя работает? Да работает у всех. Я думаю, что наверняка опыта набралось много раз. Видел очень разные ситуации. То есть я видел атлетов разного уровня. Ну, как бы, они работали, справляли своими, как бы, задачами и так далее. В школе, в которой я работал, там, я попал под этого инструктора, который, ну, так, позиционировал себя, как у вас, вот вы приедете, и сто процентов у вас будет результат. И он это осуществлял. А, правда? Да. И для меня это было большое напряжение. Я очень быстро старался подхватить и понять, как вот это работает, как вот это сделать. А по факту там, ну, как бы, это даже не сверхсложно. То есть, с чего начинаем? Ну, так, если быстро. Во-первых, очень важный момент – это общение. То есть, как мы позиционируем себя, как мы общаемся с человеком, да? И мы должны создать условия для человека, чтобы он, во-первых, прослабился, да? Чтобы распрылся, чтобы не было всяких там затыков и так далее. Чтобы человек начал чувствовать себя комфортно, что ему нет никакой, там, опасности и так далее. И что я не стараюсь, там, его, там, не знаю, что-то, да? Заставить, заставить делать, да? Вот это раз. Раскрепостить с точки зрения убрать мифы, непонимание, чтобы не было страхов, да? Потому что знание убирает страх. Теория. Да, ему теория. И выстраиваю ее таким способом, чтобы не запугивать человека. А как раз же, чтобы человек понял, что, блин, это не ракетная наука, не надо быть шоу-линим, чтобы этим заниматься. Ну, шоу-линим, правильно? Да. Вот. Это для каждого человека доступная тема. Самое важное, это просто ослабиться и делать. Там, мне там пишут, как, там развивают, чтобы я там могу удерживать токами, потому что просто занимайся делом. Приходи, занимайся. Еще, 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 и так, и сядь. И я, опять же, чувствую, что происходит такой некий органичный процесс, что люди, как бы, идут с одного человека, с самого инструктора, к другому. Это такое, как эволюция своеобразная, да? И он у каждого инструктора забирает чуть-чуть. Я не беру на себя, что я тут являюсь ключевым моментом этого всего. А человек немножко узнал там, немножко узнал там, немножко узнал там. Так совпадает, что я нажимаю все кнопки, и, как бы, у человека получается, да? Короче, я думаю, что каждый инструктор складывает, да? Человек вносит, да, и складывает. И даже есть такая теория у меня, что каждый заслуживает это, что у него есть. И все приходит в момент, когда должен пройти этот путь. Прочится там, прочится там, тра-та-та. Есть наверняка и люди, которые у меня окончились, и потом шли по другим инструкторам, и успешно управляются, и тренируются, и так далее. Какие, может быть, ты советы дал людям, которые никогда не выезжали на глубинные, да, там, курсы, или просто ныряли на глубины? Как им правильно подготовиться, чтобы, ну, там, приехать на море, да, и уже заниматься такими, тем, чем нужно заниматься, а не учиться плавать в бастах, да, в тренировках? Нет. Идти на курсы. Пройти курсы в бассейне. В бассейне, к тренерам. Подготовиться, с точки зрения, потренироваться, тренироваться, да, немножко. Не переутомиться. Очень важный момент. Потому что очень многие люди приезжают... Ну, не за неделю, да, как бы, ну, где-то, ну, хотя бы, там, за три месяца, да, наверное. Да-да-да-да, заранее немножко. Адаптируется тело к разным нагрузкам и так далее. Привыкнет, перестроится, анаторика там и так далее. Вот. Но самое важное, это, чтобы не ушататься. Потому что приезжают люди просто в плачевном состоянии, где они, да, мы перед этим хотят все задачи на работе сделать. И потренироваться так, чтобы, вот, вообще, там, слюни текут. Вот. Их бы лучше с анаторией отправить. Да-да, они приезжают такие, вот, сейчас я буду углубляться, а у них энергия, как бы, ну, вот, они устали, там, начинается всякий воспалительный процесс, иммунная система, там, начинается всякий, там, то-сё, там, болит, пуш, раш. Ну, лучше, вот, потренироваться хорошо, перед приездом отдохнуть чуть-чуть. Стоит ли, да, там, вот, есть сейчас в интернете разные, там, упражнения с шариком? Да. Очень важно. Единственный момент такой, ну, это как, кому зайдет, да, потому что, если у кого-то есть, как бы, какие-то навыки уже, они очень быстро это освоят, и им хватает просто посмотреть видео, и они уже могут это делать, да. Но другим людям, чем может быть это опасно, что если делать какое-то упражнение неправильно, много раз. Моторика, да? Да, закрепляется неправильная моторика, и это может опять поработать уже немножко в другом направлении, да. Потому я чаще всего рекомендую, что идите к инструктору местному, вам даст упражнения, научат. Можете посмотреть клипы дополнительно, то есть это одно другому не мешает, но никто, вот, это, ну, один на один, то есть мир дизайнер, что кто-то посмотрит, нет, это очень сложно. Можно, может быть, ну, через онлайн такой, типа, через камеру, но это, опять же, такое, всему есть место, да, все можно делать, но вот прям напрямую это самое интересное, думаю. Тем более, если есть проблемы, то есть если не дается, то очень. Правильно я понимаю, что ты в своей школе не единственная большая инструкция? Да, у нас набирает эта команда, вот, у нас Игорь Корпо, у нас Денис Околот, и сейчас я готовлю несколько ребят, которые будут подсоединиться. Ты практически все сливки собрал. Мы стараемся, да, да, да. Слушай, а, окей, а кого вот, ну, как бы, из тех ребят, которых ты учил, вот, ну, ты вот прям гордишься, есть такие? Бух, семь. Семь. Ну, может быть, у кого самые крутые достижения? Самые крутые? Ну, хорошо, хотел бы, я знаю, на что ты думаешь. Нет, да, хотел бы похвалить, ну, упомянуть, вот, Игоря Корпо, значит, это, как он называет, это самое последнее мое творение, да, такое слово, вот, которое меня очень радует. Ну, да, я наблюдаю за Игорем, да, там, в фейсбуке, там, уже несколько лет, и, в принципе, там, не так давно он нырял так, как большинство, там, придает, ну, где-то на сорокушечку, вот, и больше нырять он не мог. Ну, прошло полтора года, да, и сколько он на соревнованиях тут нырнул? На соревнованиях 81, но на тренировках мы делали 86. Это каким? С новостями. Так уж получилось, что Игорь застрял в Дагабе на корону. Вот, он уже, мы уже встречались до, он у Дениса тренировался, потом наш совместный курс попал Игорь, из-за этого приехал на мой курс, который я проводил, и вот в марте он встречался сюда, там, последним самолетом. С наших соревнований, с наших соревнований. Может быть, может быть, да, вот, и он приехал сюда, и говорит, «Грасс, я хочу тренироваться, вот, давай». Вот я, вот я, да. Ну, и из-за того, что все другие курсы отменились, да, я так учился, чтобы было много времени, и мы только по чуть-чуть начали выстраивать его, там, в любом виде. Вот. Хочу заметить, что Игорь исключительно, примерное подражание, с моей точки зрения, да, как он спокойно относится к вещам, да. То есть, между я, вот, мы сами, сочетая, очень плотно работали вместе с тобой, то есть, мы тренировались, у нас ни разу не было никаких, там, конфликтов, обсуждений сверху, потому что очень часто, ну, у людей постоянно социальные какие-то, там, настроения и так далее, а у Игорь, прям, четкие очень, исполнительные, как бы, там, что-то не понял, все, сейчас подумаем, сделаем, и самое главное, что консистенция – это постоянность. Нет разницы, какая погода, что, Игорь всегда, штык, хоп, 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 поехали, какая задача, чип сделал, и мы его как-то чуть-чуть расставали, и возвысил все мои ожидания, то есть, если честно, даже не думал, что у него не было такого, что, знаешь, очень легко раскачать кого-то, у кого есть предрасположенных, да, то есть, приходят, там, бывшие спортсмены, ну, не то, что Игорь, не спортсмен, но, ну, понятно, деревянники, немножко, я пришел, такой, смотри, думаю, давай, потренируем, посмотрим, что там будет, вот, и именно, вот, он мне взорвал сильно мозг, то есть, показалось, что, несмотря не на возраст, то есть, я тоже, он мне взорвался три, вот, не на, там, не знаю, какие-то, вот, если это физические возможности, да, потому что, тело, там, есть какие-то моменты, в котором я бы придирался и сказал бы, м-м-м, не знаю, не дотягивает, подвижность, там, грудного тела немножко не идеальна, да, какая-то, там, подвижность, там, голеноскопа, там, не идеальна, да, там, а, как он технически владеет, там, ну, то есть, как его тело работает, чтобы двигать, там, а вас было, ну, надо было немножко, пизде есть нюансы, да, я такой, м-м, посмотрим, что-то, вот, но он показал просто, что взял, делал. Это, знаешь, наверное, про то, что ты говоришь, как бы, что, один из ключей, как бы, он больше расслабление, да, нежели, там, расслабление, понимание, психическое, 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 очень спокойное. Я хочу еще добавить, что Игорь не только, ну, как спортсмен, да, очень хорошая, мне больше понравилось то, что он освоил и понял концепцию, идею, как это развивает, и, ну, что сейчас он дешево это передает в инструкцию, да, то есть делится. Мы с Игорем Ныряем уже неделю практически, да, и, знаешь, ну, как бы, вот, он это не старается показать, но у меня складывается ощущение, что в Игорь Ныря есть очень четкая система, что он знает, что, как делать сегодня, завтра, послезавтра, и она вариабельна, то есть, если она, как бы, будет так, то будет, значит, вот такой вариант, будет по-другому, значит, будет другой какой-то вариант, ну, и так далее. И это очень, конечно, круто, как бы, я с ним занимаюсь, мне безумно нравится. Слушай, ну, ты назвал свою школу «Тачдаун», объясни почему-то. Ну, я знаю, но, может быть, кто-то не знает, что такое «Тачдаун». Не понимаю, дотронься типа. Дотронься пониже, да. Нет, «Тачдаун» — это, во-первых, это такое слово очень популярное в Америке, вот, и означающее достижение цели. Да. И затея была такая, что и в фридайвинге у нас же, когда доныривает… Человек до дна? Человек до дна. Человек до дна, а семья громко говорит «Тачдаун». Не до дна, только до тарелки. До тарелки, да. Да, да, достигает цели, берет текст. И символизирует это достижение цели, а цели не важно. То есть имею в виду, что тот, который двигается в процессе и достигает, это очень погружён в процессе. Я думаю, что это, как бы, должно вдохновлять людей, которые достигают туда, работают с разными задачами, которые у них в процессе. И, как бы, верно, но верно. А, слушай, ну, хочу я, на самом деле, пожелать твоей школе председания, чтобы она была не просто школой, а, как ты сказал, таким заводом по производству глубинных фридайверов. Это очень крутая тема. Ты молодец, на самом деле. Да. Да. Спасибо, Гастан, за этот разговор. Мне кажется, что это очень здорово и интересно. Спасибо вам тоже за возможность. Да, спасибо вам тоже. Успехов и вашим ученикам, и вашей школе, и вашей команде. Всем рекомендую, короче говоря, приезжайте в Дахаб, знайте, куда идти. Как только увидите, знайте, газ где-то неподалёку, и вы уже близки к покорению своих новых глубин. Верно? Да. 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 Пока. Тиаа. Продолжение следует... Спасибо вам большое.